Давайте поговорим сегодня о тормозной системе и о тормозных жидкостях. К чему может привести регулярная замена тормозной жидкости? Нерегулярная. Нерегулярная. Во-первых, конденсат жидкость набирает. В морозы начинают просто пропадать тормоза. Также суппорта клинит. Просто может одно колесо заклинить. Ну, к износу тех же запчастей тормозной системы. Потом приходится их менять. Лучше в свое время на менять тормозную жидкость, нежели тратиться на ремонт. И тем более это опасно. Иметь ненадежную тормозную систему. Народ ленится. Может быть, просто потому что не знает, что сама процедура замены тормозной жидкости не такая, что дорогая. Сколько она у вас стоит? 650 рублей. Замена со всеми расходными материалами. И небольшие комментарии специалистов по поводу, так сказать, замены тормозной жидкости автоматом. Не все так просто? Ну, конечно, с помощью специальных приспособлений и давления это делается быстрее и удобнее. Но сноска варнинг опасна. Обязательно прокачайте систему стандартным образом. Это значит вручную. Обязательно это нужно делать. Просто аппаратом прокачать. Это практически неправильно. Ну и фирменные стили Bosch сервиса. Это не только ваши полезные советы, но и то, что находится за вашей спиной. Ну, мы официальные представители фирмы Bosch. Все запчасти фирменные и с гарантией. Ну и уже на выходе из Bosch сервиса мы увидели тот автомобиль, в котором всегда хотели прокатиться. Ну и Toyota RAV4. Toyota. Марка, которая пользуется заслуженной популярностью. И не будем скрывать, этих автомобилей в наличии в городе нет ни у кого. А у Bosch сервис есть. А сейчас я попробую прокатиться. Как мне это получится и что из этого выйдет, я вам расскажу. Ну и первое знакомство с Toyota RAV4 нового поколения начинается с чего? Включение замка зажигания. Двигатель приятно вручит. И разговаривает с вами автомобиль по-русски, между прочим. Добро пожаловать. Welcome to Toyota. Ну, welcome to Toyota по-английски. А добро пожаловать, разумеется, по-русски. Он по-русски говорит. Дальше мы говорим о том, что надо бы проверить, что у нас исправно, а что неисправно. Ничего неисправного нет, потому что машина новая. А чего не хватает? Не хватает, конечно же, топлива, потому что машина новая. А в остальном, что меня порадовало и удивило, автомобиль стал гораздо больше внутри. По субъективным и объективным ощущениям. Ну и, разумеется, гораздо более фарширован. Чего стоит только панель управления, климат-контролем, печкой и, опять же, магнитола с компакт-диск-проигрывателем. Сколько подушек? А подушек, между прочим, шесть. Ну, а как Toyota управляется? Сцепление легенькое, коробочка приятненькая. А дальше углотать в слюнке, а я поехал. Разумеется! Разумеется! Это не рекламный трюк и демонстрация того, как мы умеем задом ездить. А вы сами попитаетесь приехать на задней скорости в ту же самую точку, где у вас микрофон лежит. Ну вот такие мы спецы. А почему я вернулся? Потому что срочно телефонный звонок. Какой гад придумал сотовые телефоны. И все дело в том, что за автомобилем уже приехал его новый хозяин. Toyota RAV4 автомобиль, который с самого первого появления в середине 90-х завоевал бешеную популярность в России. И сколько его поколений не сменилось, а паркетник от Toyota у нас всегда на вершине автомобильного чарта. А этот новичок ко всему еще и выбрал в себя все передовые технологии и технические, и эргономические решения. Ну а пока я подыкиваю на кнопочки. Между прочим, указатель аварийной сигнализации расположен так же вот по роботизированному. Два бардачка открываются. Обе разные стороны. И вы, конечно, можете заслуженно нас упрекнуть. Потому что вот, наконец-таки автостоп докатился до уровня местечковых телевизионных автомобильных программ. Типа им прокататься не дает. Да, не дает. Потому что мы должны уступать место за рулем будущим хозяевам этих автомобилей. Сколько машинка стоит? Машинка стоит 910 тысяч рублей. Ну, что вполне сопоставимо по цене, ну, допустим, Subaru Forester или Ford Novrik. Вам, конечно, выбирать. Так же, как и выбирать двигатели. Здесь, например, стоит двигатель 150 лошадиных сил. Примерно столько же на Subaru. Ford Novrik это 225 кобел. Но машины такие же резвые и одинаково приспособленные для паркетных условий эксплуатации. Кто может купить этот автомобиль? Мы недавно порадовались за представителя, теперь уже пишущие телевизионные братья. Ему в 29 лет, наконец-таки по заслугам, уготовили должность на металлургическом комбинате. И когда все остальные будут ездить на таких машинках, мы возрадуемся еще больше.